Непал, Аргентина, Бразилия, Шри-Ланка, Сербия, Малави, Республика Конго и все в Хабаровске. В наш город прибыли 24 иностранца. Все они участники Всемирного фестиваля молодежи, который объединил на федеральной территории Сириус 20 тысяч человек из 180 стран. Нас приветствовали так, будто мы короли и королевы. Мы танцевали и ели хлеб с солью. Это было очень тепло, мне это очень понравилось. Очень здорово узнать такую культуру. Знакомство иностранцев с Россией началось на федеральной территории Сириус близ Сочи. Главной образовательной составляющей Всемирного фестиваля молодежи стал марафон «Знания первые» от Российского общества знания. Он объединил именитых спикеров из разных областей. Еще молодежь могла пообщаться с главой государства Владимиром Путиным. После фестиваля российские участники отправились по домам, а иностранцы в регионы, чтобы узнать о нашей стране еще больше. Хабаровский край стал одним из 30 регионов нашей страны, которые принимают участников фестиваля. Хабаровский край – уникальный регион с уникальными людьми. Именно наш край является родиной китов и самолетов. Знакомить иностранную делегацию с Хабаровским краем начал губернатор Михаил Дегтярев. В «Сириусе» он уже приглашал молодых людей в наш регион путешествовать, работать и жить. Сегодня Россия разворачивается на восток, и наш регион в авангарде этого движения. У нас реализовать себя можно в любой сфере. И на крупнейших стройках, таких как Новая Тихоокеанская железная дорога, или в промышленности наши заводы выпускают корабли, самолеты, энергетическое оборудование и многое другое. Активную и деятельную молодежь объединит в Хабаровский межвузовский кампус. Он станет ядром научно-образовательной экосистемы всего региона. Он одобрен президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным и начнет со строительства в этом году. Знаю, что у вас интересная и насыщенная программа с выездом в один из самых молодых городов России, Комсомольск-на-Амуре, он заложен и построен молодежью в середине прошлого века. Гости прибудут в Комсомольск-на-Амуре уже завтра. Там они своими глазами увидят, как и где производят самолеты на всю страну. А сегодня, 13 марта, делегация иностранной молодежи побывала в знаковых местах Хабаровска. В арене Ерофей, Краевом центре образования, Градековском музее, на площади Славы и много где еще. Полина Овчаренко, Александра Пескун. Смотри Хабаровск.